Здарова всем подозреваемым! Вы готовы? Да, капитан! Я не слышу вас! Я точно, капитан! Будут ли подарки на Новый год с Аспектс? Этот вопрос волнует каждого из нас, в том числе и меня. Мы поговорим обо всем, что этому предшествует и где намекали нам разработчики на новогодние подарки. Также я хотел бы показать вам два новых легендарных скина, которые разработчики показали на трейлере обновления седьмого сезона. В хорошем качестве, прям идеально просто все будет выглядеть. Ну и конечно же, поговорим про новогодний сезон, потому что сейчас у нас идет рождественский. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора в Слоун. Ну а мы начинаем! Дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сэрихи, здравствуйте! И давайте сразу же начнем с двух новых легендарных скинов, которые разработчики показали нам на трейлере обновления седьмого сезона. Разработчики презентовали два новых легендарных скина. Один из которых сейчас вы видите на экране, и он, судя по всему, будет просто называться Ёлочка или Рождественская Ёлка или Новогодняя, ну что-то в этом роде. Скин поистину бомбезный, он реально передает дух Рождества. Но второй легендарный скин, который называется Плохой Санта, он поистину передает этот дух Рождества и по-настоящему является новогодним, как минимум, потому что в этом скине есть новогодняя шапочка, а также мешочек с подарками. Давайте проголосуем за лучший легендарный скин седьмого сезона. Напиши в комментариях, какой скин из этих двоих тебе понравился больше всего. Ну а мы переходим к главной теме этого видеоролика, потому что она очень обширная и объемная. Разработчики оставили нам несколько пасхалок и отсылок на новогодние подарки, либо на рождественские. Это уже как посмотреть. Теперь давайте посмотрим на картинку седьмого сезона. То, что у нас находится в золотом пропуске, как перед тем, как мы его покупаем. Ну и то, что нам показывали разработчики, в принципе, до того, как вышел сезон. На этой картинке, конечно же, изображены скины седьмого сезона, эксклюзивный персонаж седьмого сезона, Рэндальф, который также в этих скинах. И одна маленькая деталь. Кто-то там, на фоне Луны, в левом верхнем углу, на санях, впереди, естественно, олени, потому что олени обычно везут новогодние сани, мчится куда-то туда в сторону Луны, то есть вдаль, да, и с его, этих саней, падают какие-то подарки. И многие из вас могли подумать, что это какая-то отсылка на новогодние подарки. Ну, либо на рождественские. Это смотря как посмотреть. Так как этот сезон, ребята, у нас не новогодний, он именно рождественский, а новогодний сезон будет восьмым, потому что этот сезон заканчивается как раз-таки перед самим Новым Годом. И не было бы смысла продлевать этот сезон после 31 декабря, а потом запускать новый, потому что это не имело бы смысла. Поэтому, ребята, восьмой сезон по-любому должен быть новогодним. Это лично мое субъективное мнение, и я думаю, что это будет даже лучше, чем этот сезон, потому что там я даже представить себе не могу, что за персонаж будет в новом сезоне. Это, ну, вы просто представьте себе, с каждым сезоном разработчики движутся все дальше и дальше, и все красивее и красивее у нас происходят вот эти вот пропуска. Постоянно какие-то обновления, всегда что-то лучше и лучше. И это меня, конечно же, радует. Я заметил по комментариям под своими видео, что вас это тоже радует, и вы это тоже заметили. Поэтому, ребята, отменял лайк разработчикам за этот топовый сезон. Действительно, сезон передает новогоднюю атмосферу. Дух Рождества в нем присутствует 100%. Как мы видим, ребята, кто-то там вдали несет подарки. Куда-то там раздавать, да? То есть отдаляется от нас. Но с этих саней выпадают 4 подарка. И сейчас мы перейдем к более крутой отсылке, которая отправляет нас именно к вот этим вот подаркам, и почему именно так это было изображено. Вы будете в шоке, если кто-то из вас не заметил, но я думаю, что большинство из вас уже в курсе того, к чему эта отсылка ведет. Ребята, внимание, сейчас мы смотрим официальную анимацию Зубы. Она уже была снята очень давно и очень давно загружена на канал Зубы. Также эта анимация присутствует на моем канале. Вы можете ее посмотреть в полном объеме, со звуком и так далее. Но сейчас, ребята, нас волнует одна интересная деталь. Мы смотрим, как три персонажа, ребята, Генри, Никс и Фази бегут за кем-то, сломя голову по снегу в зимней атмосфере, так сказать. Ну, это зимний сезон, само собой, зима. Понятное дело, что куда-то они бегут и смотрят наверх. То есть там кто-то есть. И в следующем кадре мы видим, как Краб Эрл в новогодней шапочке, в роли Санта-Клауса, в санках, везет эти подарки, которые запряжены в нашего Фина. То есть Фин тащит, как олень, эти подарки. Так как в Зубе нет оленя, они решили вместо него изобразить Фина в этом скине, похожем на оленя. Красный нос и вот эти вот рожки. Как раз-таки то, что вы говорили, что вот это вот единственное, что связывает нас с Новым Годом. Также здесь на фоне мы видим Луну. Очень похоже, ребята, на ту картинку, которую мы видели до этого, да? Сейчас вы опять видите ее на экране. Посмотрите. Ну, это же реально, один в один практически, да? Только там Луна у нас такая, полумесяц, а здесь у нас полная Луна. Но это, видимо, потому что у нас прошло время после той анимации. И сейчас разработчики решили изобразить это именно так. И в следующем кадре, ребята, мы видим, как появляется Ларри, а он же Хамелеон, он может быть невидимым, судя по всему. Он появляется и пытается украсть этот подарок у Краба Эрла. Для того, чтобы, видимо, раздать его. Либо он пытается быть в роли Гринча, который похитил Рождество. В общем, его задача, судя по всему, не дать Крабу Эрлу выполнить свою миссию в роли Санта Клауса. И он, конечно же, крадет этот подарок. Он выпрыгивает из сани. Краб Эрл пытается его схватить, но у него ничего не выходит. И, в общем-то, Ларри падает с этим подарком и передает его Никсу, Генри и Фазе. То есть трем персонажам, которые как раз-таки бежали за этими санями. Тут вроде бы все понятно. Они получили подарок, они его забрали, Краб Эрл остался с носом. Как у Фина, в общем-то. Что-то вот в этом роде. Как мне кажется, это очень большая и практически прямая отсылка именно на эту сцену в этой анимации. Вот то, что мы видим, ребята, на картинке Соспектс в новом сезоне, это очень похоже на то, что мы видели сейчас в анимации. Вот согласитесь, реально очень похоже. И многие из вас еще до того, как я снял это видео, уже написали в комментариях, что это реально отсылка на Краба Эрла. Неужели разработчики действительно добавят Краба Эрла в следующий сезон, либо в этом сезоне он просто прибудет в особняк как редкий персонаж? Очень интересно было бы на это посмотреть. И, кстати, в этой анимации он действительно в стиле 2D очень похож, кстати, на персонажей в стиле Соспектс. Поэтому, в принципе, мы можем себе представить, как будет выглядеть Краб Эрл, когда его добавят в Соспектс, исходя из этой анимации. Далее в этой анимации нас переносят к Шелли, которая в скине Гринча. И, конечно же, она тащит на себе подарки. А Гринча это кто? Гринча это похититель Рождества. Это тот персонаж, которому лишь бы испортить Рождество, чтобы никто не смог получить свои подарки, ну то есть испортить эту волшебную атмосферу. И Шелли, как мы видим, судя по всему, пытается лампочку сломать, пытается украсть её. В общем, делает мелкие пакости для того, чтобы испортить Рождество. Ну и в следующем кадре мы видим наших предыдущих героев, которые в снежном коме дерутся из-за того, что у них этот подарок. Они хотят его забрать себе. Каждый хочет откусить себе маленький кусочек этого подарка. В общем-то, забрать себе его какую-то частичку. Пока Шелли там творит свои злодеяния, свои маленькие пакости, они сбивают её, и вместе в этом снежном коме они падают в самый низ. После этого они разбиваются, в общем-то, остаются на ёлке, подарок падает, и Краб Эрро пролетает мимо, не забирая этот подарок. И на этом заканчивается анимация. Теперь, ребята, возвращаемся к тому моменту, когда Ларри украл этот подарок. Там был всего один подарок на анимации, а здесь со спекс, на картинке мы видим 4 подарка. Некоторые из вас уже могли предположить в комментариях, что, возможно, это будет 4 дня, когда мы будем заходить в игру и забирать какие-то подарки. Возможно. Возможно, это так и есть. Я не утверждаю, но возможно. Я не могу быть уверенным на 100% в том, что я сейчас говорю, потому что официально подтвержденной информации по поводу подарков пока что нет. Но, ребята, ну по-любому разработчики готовят для нас что-то на Новый год. Но это как бы неизбежно. В любой игре, будь то мобильная игра или ПК игра, всегда есть подарки на Новый год. На различные праздники, какие-то выгодные акции. Возможно, даже нужно будет задонатить какую-то минимальную сумму, как это было с Ларри или со Скелли, чтобы получить эти подарки. Но в любом случае это подарки. И даже если разработчики сделают подарки за минимальный донат в игру, это уже будет хорошо. Как минимум, все эти суммы, которые мы донатим в игру, идут на развитие игры. И мы это можем заметить по новой карте Зоопарк, которую разработчики добавили совсем недавно. Карта действительно очень клевая, очень красиво выполнена. На ней невероятное количество пасхалок и отсылок. Очень много всего интересного. В общем, в одном видео это все не описать. И видео, в принципе, не про это. Давайте порассуждаем. Как вы думаете, что это значит? Если разработчики поставили нам подарки именно в этом сезоне. Они же не просто так будут показывать это. Они же не такие люди, которые будут просто так светить какие-то подарки или делать на это отсылки. То есть, это 100% ребята подарки. Я практически уверен в этом. По-любому нас что-то ждет в ближайшие дни. Но единственный вопрос остается открытым. А что это будет? Что за подарки готовят для нас разработчики? Давайте теперь подумаем. Возможно, это будет скин. Да? Может быть. Может быть. Конечно же. Скин это вероятнее всего. То, что разработчики могут нам подарить. Далее, ребята. Алмазы. Алмазы, в принципе, тоже может быть. Разработчики уже делали нам подарки в виде алмазов. Вы помните, на старте игры, на глобальном релизе, у нас были подарки в виде алмазов. Тоже может быть. Правильно? Правильно. Новый персонаж. Или просто какой-то персонаж. Может быть? Может быть. Уже достаточно времени прошло с глобального релиза. И я думаю, что разработчики могут сделать нам такой великолепный подарок. Но, по сути, он реально дорогой. 960 алмазов каждому игроку в виде редкого персонажа. Это действительно дорого. Но может быть. Но вероятность очень маленькая. Ребята. Но есть и еще одна вероятность, которую могут сделать разработчики. И она намного больше, чем редкий персонаж. Золотой пропуск. Конечно, ребята. Нам могут подарить золотой пропуск. Я уже говорил в прошлых видео, ребята, которые были связаны с Новым Годом. Что у нас может быть подарок на Новый Год. Именно золотой пропуск. То есть тот пас, который выйдет на Новый Год. Возможно, мы все его получим бесплатно. Либо с огромной скидкой от разработчиков. Потому что, ребята, на Новый Год мы обязательно должны что-то получить. И с тем, как мы с вами поддерживаем эту игру. Как мы выдвигаем ее в рейтинги. В топы. Разработчики просто не могут закрыть глаза на этот вопрос. Мы по-любому должны получить подарки на Новый Год. Единственный вопрос, который остается открытым. Что мы получим в этот день? Будет ли это один подарок или четыре? Как это изображено на этой картинке? Я, как и все вы, ребята, конечно же, топлю за комьюнити. Я топлю всегда за то, чтобы мы получали всегда по максимуму. Чтобы у нас были какие-то скидки. Какие-то привилегии. То есть, чтобы для нашего комьюнити было всегда все хорошо. И комфортно для того, чтобы проводить свое время в этой замечательной игре. Потому что мне эта игра нравится. Она нравится вам тоже. Поэтому, ребята, я жду ваши комментарии внизу. Как вы думаете, что это могут быть за подарки? Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.